Решение проблемы, которая в проектной деятельности присутствует, оно определяется самостоятельно педагогическим коллективом и является для него уникальным. Для этого мы, безусловно, должны использовать специальную организацию. Вот тут на помощь нам придут уже известные давным-давно практики управления, такие методы, как мозговой штурм, как экспертная сессия, как форсайт-сессия, как проектная сессия. В основе всех этих методов лежит одно и то же. Мы создаем творческую команду, которая способна выйти за пределы, за границы того, что уже сейчас делается в практике, которая способна, может быть, методом аналогии, может быть, методом создания несуществующего будущего, прийти к решению неординарному, нестандартному, нетривиальному и найти уникальное решение той проблемы, которая давно не была решена. Второй очень важный аспект. Вот помимо творческой команды в ходе решения проблем нам обязательно нужны эксперты. В данном случае эксперты помогают в той целой совокупности или куче предложений, которые порождает творческая команда, они очень часто бывают весьма продуктивными, отобрать по разным основаниям те решения, которые можно будет реализовать в практике. Эти основания, очень важные для экспертной группы, также прорабатываются вместе с ними. Это могут быть и основания реалистичности, это основания достаточности ресурсов, это могут быть основания перспективности, это могут быть основания, связанные с соответствием тренду. То есть вы не только хотите решить проблему иным образом, но вы хотите ее решить так, чтобы вы были в тренде, как мы скажем. То есть решение проблем – это специально организованный процесс. И на сегодняшний день уже в практике образовательных организаций очень часто используется такой термин, как рабочая группа. Вот мы можем рассматривать с вами новые форматы работы таких объединений педагогов, которые совместно, совместными усилиями находят решение проблемы. Ну и третье основание у проектного замысла – это целеполагание. О целеполагании мы будем говорить с вами в отдельной лекции. Здесь я хочу отметить следующее. Я бы обратила ваше внимание на то, что постановка целей – это планирование ожидаемого результата. И ожидаемый результат здесь может тратиться двояко. Но в первую очередь это новая ситуация, это описание измененного состояния того, что было проблемным. Я вернусь к ситуации с домашним заданием. Стопроцентное невыполнение домашних заданий – это проблема. Например, для какой-то организации – да. Что будет результатом, если мы решим эту проблему? Вы скажете, ну, конечно, когда все дети будут выполнять домашние задания. Не обязательно. Вполне возможно, уникальным результатом может быть следующее. Изменение отношения детей, учащихся, к выполнению домашнего задания. Мы можем не требовать стопроцентного выполнения домашнего задания. Что мы можем сделать? Мы можем сделать так, чтобы учащийся самостоятельно делал выбор – делать ему домашнее задание или не делать. Необходимо ли оно ему для получения образовательного результата? Вот такое решение или вот такой результат, мне кажется, будет более интересно. Он поставит, правда, другой вопрос. А как достичь такого результата? Вот это очень интересно, если мы с вами идем в проектный замысел. Решить такую проблему, как сделать так, чтобы дети не просто выполняли домашнее задание, а выполняли домашнее задание осмысленно, вот это требует мозгового штурма. То есть я хотела бы обратить ваше внимание, что в проектном замысле важны не каждый компонент отдельно, не проблема отдельно, не решение отдельно, не результат отдельно. Это всегда взаимосвязь. Проект, собственно говоря, характеризуется вот этой трядой – проектным замыслом. Какую проблему вы решаете, какого результата вы хотите достичь и как вы решаете. Вот это и будет началом проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова